Как объяснить ум с эмпирической точки зрения? Как объяснить эмпирический ум, то есть то, что мы переживаем на опыте? Мы не можем отрицать существование нашего опыта, того, что мы переживаем на опыте. Как объяснить существование такого ума? Это очень важный момент, я не буду разбирать это подробно, но я дам вам один пример, чтобы понять эту разницу. А далее мы перейдем к основной теме. Итак, например, я попрошу вас представить самих себя, себя, когда вы были очень маленькими, когда вам было 2-3 годика, или 4, или 5, и вас держала на руках ваша мама. Представьте, что эмоционально вы чувствуете себя очень счастливыми, вам очень приятно. Вам сейчас не нужно ничего говорить, просто обдумайте это. И, допустим, я отдам вас нейрофизиологу, у которого самое лучшее оборудование. Он сканирует ваш мозг с помощью функциональной МРТ или какого-то другого прибора, и этот нейрофизиолог видит волны вашего мозга. Он видит, как происходит активация различных частей вашего мозга, что там есть нейроны, импульсы, они возникают в ваших синаптических связях. Но что именно вы думаете, он не знает. Это важно иметь в виду. Это ваш собственный опыт, вы сами знаете, что вы думаете. И это происходит, это нельзя отрицать. Вы о чем-то думаете, это несомненно так. Вы сами не видите вот эти волны вашего мозга. Вы не видите синаптические связи в вашем мозге. И то, что видит нейрофизиолог, вы не видите это. Это ваш мозг. Но ваш собственный опыт, ваше мышление, ваш мыслительный процесс, нейрофизиолог понятия не имеет, что происходит в вашем уме. Это важно иметь в виду. И это разница между мозгом и умом. Ум очень близко связан с мозгом, но это не одно и то же. Это можно сравнить, например, с каким-нибудь человеком, который носит скафандр. Допустим, хороший гимнаст, очень гибкий гимнаст надевает скафандр. Космический скафандр. И скафандр, и человек внутри этого скафандра, этот гимнаст, это две разные вещи. Но если мы не видим человека внутри, мы видим только скафандр, видим, как этот скафандр неуклюже двигается, совсем не гибкий, он совсем не атлетичный. Но мы видим этот скафандр, но внутри есть человек. И этот человек — это не то же самое, что и сам скафандр. Но человек, если он находится в космосе, он не может выйти из скафандра. И просто потому, что движется скафандр, это не значит, что там никого нет, что сам скафандр движется. То же самое мозг и ум. С помощью компьютера мы на физическом уровне можем увидеть активацию различных зон мозга, но мы не видим самого ума. Но тем не менее, ум есть. Это то, что я объяснял до этого. Это переживание, переживание в уме. И мы видим это переживание, но мы не видим мозг. А нейрофизиолог видит наш мозг, но он не видит, что у нас в уме происходит. Таким образом, это две разные вещи. Это не просто переживается по-разному, но это две разные вещи в некотором смысле. Продолжение следует...